Скажите про море. Вот я знаю, что были тут водоросли, гнилье такое прям сильно. Засыпали песком, как я понимаю. Засыпали, да. А кто засыпал? Воль стояла нереальная. Да? А кто засыпал, не знаете? Люди какие-то. Пришли засыпали, да? Да. Спрятали. Закопали, закопали. И волной здесь вот все перерыто было. У меня даже фотографии есть. Утром мы сегодня на 5 утра приехали. Ага. И спалили эту всю контору, короче. Ну правда, только мы не как закопали, а когда уже закопали. Ага. Вот так вот было. Видите, все перерыто туда. Да, понял. И воняло теперь, да? Воня вообще нереально. А волной сейчас прибило, все растащило. И нормально сравняло. То есть, как вы считаете, это нормальная уборка водорослей? Ужасно. Так должно у нас убирать? Мы в шоке. Мы приехали, мы отдыхали здесь в последний раз в 2019 году. Постоянно капец сюда ездили. Вот. В этом году мы в шоке. Просто в шоке. А что еще не нравится? Ну и про заселение нам не нравится. Очень какое-то отношение такое плохое. Ну вот приехали в 5 утра. Номеров нет оказалось. Ждали до часа с ребенком. Только как мы пелялись с этим чемоданом. А куда заселялись адрес? Мы в Белом Лебеде. Не советую никому белый лебед. Если кто-то отдыхает подальше. Лучше вот рядом Sky, там как-то Free Day. Скай Брид что-то. Да, лучше Брид, да. Лучше туда. Либо Динамо, там какой-то там еще дальше. Белый лебед. Белый лебед. Ага. А еще что? Заселение. Море. Вот вы увидели, как закапывают говно. Это грязь. Море очень жалко. Знаете, Анапа курорт такой детский. Нам безумно здесь нравится. Вот в плане развлечений. Мы отдыхали по Краму. Крам это природа. Ну не более. Детям нравится Анапа. Вот у меня дочка бы хотела сюда в этом году. Угу. Но из-за того, что море не чистят, туристы мне по сюда не будут приезжать. Вот еще буквально год-два и все. Я об этом постоянно говорю. А что сделали? Я обалдела. Я помню 2-3 года назад барханы здесь были. Песчаные огромные пляжи. Таких городушек наставили. Для чего? Деньги зарабатывают. Так ну просто под ними особо и не лежи. Приезжаем за солнцем погреться на солнышке. А в итоге... А в итоге вот закапывают. Вот сейчас хочется лечь на этот песок просто? Ну конечно. Нет. Обидно, да? Очень. Очень жалко, что делают. Почистить море, не трогать дюны. Идеальный курорт. Ничего больше не надо. Блин, до слез, честно. Да. Обидно настолько за наш курорт. Вот я в этом году вначале боролся. Мне говорят, да заткнись. Сейчас даже уже не сам снимай. Вот мне люди присылают видео. Говорят, ёк, посмотри, что трындец творится. То есть подходит, но они говорят, воняет как говном от этого всего. То есть сейчас вот как решили проблему, взяли, засыпали сверху песком. А вот женщина рассказывала, утром мы с ней разговаривали, она говорит, раньше вроде как тоже закапывали, но закапывали на 6,5 метров. А сейчас на 2,5. И вот эта вся боль, естественно, поднимается. В днем в течение дня вот это все туда-обратно снесет и вроде как не пахнет. Жалко, вычистить бы все. И я говорю, вот здесь вот просто... Скажите, вот на ваш взгляд, было ли реально трактором как-то это все собрать и вывезти? Конечно. Утром грязи в море не было. Утром в 5,5 утра море было кристально чисто. В краешку вот здесь плавала тина и черня какая-то. Достаточно было проехать трактором, все это на берег спустить и все. Подальше куда-нибудь там вывезти куда-нибудь, я не знаю. А они ее столкнули, чуть-чуть прикопали, она обратно волной в течение дня утащила и опять вся грязь там. Достаточно утром каждый день проезжать и вычищать это все. Все этого не будет. Это же не постоянно так. Спасибо за ваш взгляд. Честно, я с вами солидарен на все 200%. И я думаю, что вот из-за этого здесь и нет людей же, правильно, на пляже? Да. Обычно я никогда не помню гостевой проезд, чтобы я пришел в любое время дня, чтобы он был вот такой пустой. Мы смотрели ваше видео того года, прошлого года. Мы были нацелены, что здесь народу негде упасть. Мы думали, мы будем куда-нибудь туда ходить, в ту сторону ходить, место искать. А в итоге не можно искать никого. По сравнению с теми годами народа сейчас на пляже мало. Спасибо большое. Я думаю, вы все четко озвучили, все как есть. Солнышко, у тебя тоже хорошего отдыха. Петюнечку дашь? Молодец. Пока. Пока. Пока.